здравствуйте друзья светлана зачитываем вопрос пишет нам андрей 24 года так у него есть супруга алина 23 года и двое детей два с половиной полгода хорошо дальше он пишет идея уехать пришла ко мне летом учил английский думал причиной была колбасная миграция после сам себе обнаружил другие причины моего желания мне при феодализме тесно не хочу чтобы мои дети были заложниками этой губительной для страны системы хочется уверенности в завтрашнем дне здоровье семье и перспектив будущем политической в смысле к экономической миграции добавилась как это политическая я профессионально занимаюсь видеосъемкой основной доход это свадьбы я изучил немного этот рынок штатах даже те кто ниже моего уровня получает 6 10 раз больше мою расходы в сша другие но остаток на жизнь явно больше проблема легализация внутри участвуем ехать хочется ближайшие три года а вы получите еще в англии преподаватель школу востребованы ли диплом социолога позволяет преподавать общественной науки в школе думаю школьную программу я бы осилил можно ли легализоваться таким путем получить грин карту а затем переключиться на мое творчество или лучше в нашем случае идти другим путем 2 мой диплом менеджер организации знаний в этой области сейчас почти никаких жена окончила мускалыч играл несколько лет в психологическом оркестре многобой английском рожке до декрета один год преподавала блог флейту детском саду ранее спасибо извините за навязчивость ну значит я бы так сказал если бы ребята каким-то образом оказались в стране каким-то посетение с ростом политическое убежище я их очень хорошо представляю как они здесь живут легально и вот с этим набором качеств которые у них есть там профессии и так далее они себя прекрасно чувствуют существенно в данном случае является то что они не имеют легального статуса и вот это прекрасное чувствование упирается в то что непонятно как и как им сюда попасть и значит что мы имеем преподавание в школе во первых чтобы американской школе преподавать мало учиться там по социологии все-таки надо быть педагогом надо мастер-дегрин и специальное количество в общем там есть свои требования я уже не говорю про английский там это отдельная история вот поэтому если по учителям могли вот так раз легко сняться есть программы там по обмену учителями там это правда и там не по обмену но в общем это как бы такая но вы не учитель то что вы где-то там учились у вас есть право преподавать социологию советской школе в российской это не это не то это не значит у вас есть право преподавать в американской теперь что значит свет вот как ты считаешь у них есть какая-то возможность рама значит мама у нас музыкой занимается вот мама кстати могла бы там по рабочей визе если у нее образование музыкальное она могла бы приехать куда-то как преподаватель музыки это может быть допустим садик вот у нас есть садик здесь сан-хосе русский громадный там их 400 человек вот и там у них довольно часто преподаватели по рабочей визе они делали рабочую визу и они там с детками работали вот другое дело что как правило эти преподаватели их не набирали из другой страны а у них они уже были в соединенных штатах допустим муж программист когда они приехали муж по рабочей визе жена по визе супруга супруги право на работу не имеет но она уже тут поэтому пока она тут можно неспешно начну ее там все оформить туда-сюда ну конечно сейчас упирается снова в лотерею в этом дадут не дадут но в общем то у нее в этом смысле гораздо может быть более широкий такой диапазон того чего она могла бы получить это может быть сан-франциско может быть в нью-йорке а может быть там я не знаю где-то в техасе то есть 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 музыкальные школы есть детские садики большие которые спокойно делают рабочие визы и так далее если мы говорим про рабочую визу но так особо я ничего такого не вижу чтобы вот по профессионально да вот кроме того что жена могла бы вот это делать профессионально не вижу они могли бы например как-то по бизнесу да то есть вот есть но это опять нужно иметь идею бизнеса нужно иметь какой-то капитал стартовый пусть небольшой даже там не безумно большой но все равно нужны какие-то деньги вот и можно так приехать то есть это какая-то такая ситуация но опять я бы на вашем месте конечно посмотрел бы видео там безумное количество видео сейчас по способам эмиграции и адвокаты рассказывают и люди которые разные истории там у них были так далее но это не простая ситуация вот здесь я не вижу простой ситуации даже на самом деле даже политического убежище если если бы они доехали до страны вот если представить себе что им кто-то дал визу на всех четверых и они все четверо снялись и приехали так выжить же надо в четвером сша и двое деток маленьких это значит что мама скорее всего должна сидеть с детками папа соответственно должен один их всех четверых содержать если даже играть на свадьбах понимаете как снимать видеосъемку она востребована это не то что какие-то сумасшедшие заработки то есть тут нет не должно быть иллюзий для того чтобы что-то зарабатывать на этом надо состояться надо чтобы тебя знали надо чтобы тебе посылали это бизнес и сколько тут люди получают есть люди которые получают очень много я знаю людей которые берут фотографы которые берут 5000 за свадьбу вот а есть такие которые берут 500 долларов за свадьбу и у них там уходит достаточно много времени чтобы это сделать еще они ассистента должны взять там и так далее поэтому мысль о том что вы можете это сделать она очень иллюзорная потому что вам в первую очередь надо зарабатывать на жизнь а во вторую очередь вы можете себе позволить параллельно там где-то может быть снимать там на свадьбу и так далее может пройдет несколько лет и вы сможете зарабатывать этим на жизнь вот а то что вот там люди получают во много раз больше чем вы это не значит что вы станете рядом с ними будете получать столько же сколько они это совершенно ничего такого не значит это бизнес в нем надо себя поставить это занимает время и английский надо знать и так далее это не может только на русских свадьбах снимать вот там там нет такого бизнеса и там он русский бизнес очень сильно уже схвачен плюс мы живем в такое время когда у всех видите камеры и видео и все такое и профессиональная съемка не умерла но очень сильно подорвана я вижу много людей которые занимались раньше профессиональной съемкой и фото и видео которые ушли из этого бизнеса потому что они уже не в состоянии содержать там офис студию где у них это все было вот она так вот размывает этот бизнес потерпел очень большие потери претерпел за последние там лет 10 так что такая вот история счастливо